Школа начинающего туриста. Один ролик, один навык. Ставим современную палатку. Выберите ровное место для установки вдали от кострища. Если палатка ставится только на одну ночь, то тень деревьев роли не играет. Если предстоит стоять несколько дней, прикиньте, чтобы утром ваша палатка находилась в тени деревьев или кустов. Это даст вам час-другой комфортного сна по утру. На санцепёке в палатке будет утром невыносимо душно и очень светло. Очистите место установки от веток, шишек, вытопчите траву. Вытаптывая траву под палатку, вы ногами можете почувствовать неровности и установить палатку потом с учётом этого знания. Прикиньте направление ветра и ставьте палатку узкой стороной к ветру. Расстелите внутреннюю палатку. При необходимости расстелите подстилку, футпринт. Если ветер сильный, сразу закрепите дно колышками. Обратите внимание, что порядок установки может меняться от типа палаток. Для палаток с внешним каркасом достаточно просто расстелить всю палатку и продеть, пристегнуть дуги. Для палаток с внутренним каркасом после растягивания дна следует установка внутренней палатки на дуге. Всегда обращайтесь к инструкции, чтобы понять, как правильно ставить именно вашу модель палатки. Соберите дуги и положите их примерно так, как они будут установлены. Поставьте дуги в угловые скобы. Пристегните крючками внутреннюю палатку. Сверху установите консоль, если она предусмотрена конструкцией. Вот теперь самое время закрепить углы колышками, если вы не сделали это ранее. Накиньте тент и ослабьте стропы по углам. Если такая возможность есть, закрепите тент на дугах. Подстегните скобу или фастекс и подтяните стропы по кругу. Уровень натяжения ткани может меняться в зависимости от влажности тента. Не стоит подтягивать палатку до состояния барабана во время или сразу после дождя. Это может привести к повреждению ткани при высыхании. Установите промежуточные колья и колья на входах. Откройте систему вентиляции. При необходимости создайте дополнительную вентиляцию, приоткрыв входы. Если погодные условия сложные, установите штормовую систему, дополнительные оттяжки по периметру. Некоторые типы палаток требуют обязательной установки штормовой системы. Сначала ослабьте, потом подтяните штормовые оттяжки. Не стоит добиваться состояния струны. Типичные ошибки. Обкапывать палатку. Современные палатки не требуют обкапывания. Эта традиция идет со времен, когда палатки были совсем без дна. Современное непромокаемое дно держит воду вполне успешно. Класть под палатку лапник. Эта традиция идет с тех пор, когда не было никаких подстилок и ковриков. Современные коврики обеспечивают защиту от холода земли, а положив под современную палатку лапник, вы рискуете повредить дно. Устанавливать палатку в сыром или низком месте. Вы рискуете быть затоплены во время дождя. Стоит также ставить палатку вдали от берега водоемов в избежание риска подтопления из-за быстрого подъема воды. Устанавливать палатку вблизи от костра, где ее могут повредить искры. Закупоривать все вентиляционные отверстия, что приводит к накоплению конденсата на внутренних стенках палатки. Ставить палатку на сильном ветру. Избегайте ставить палатку там, где может быть сильный постоянный ветер или его порывы. Продумайте естественную защиту от ветра, холмики, камни, кусты, заросли. Если вы поставите палатку на муравейник, это обеспечит вам незабываемую ночевку к компании новых друзей. Продолжение следует...